Всем привет, 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 привет! А это снова я и мои закупочки. В общем, у нас в магазине Тедди немоверная распродажа. Ой, ну и конечно же я дорвалась, естественно. Хотела, конечно, купить и больше, но потом подумала, нет, нужно остановиться не из-за денег, а из-за того, что дома это негде держать. Ну и начну я с самой главной моей покупки, которой я осталась очень довольна. Вот, короче, купила я себе вот такую тележку новенькую. Значит, тележка такая, как я люблю. Сейчас я покажу, как она смотрится. Ну, я уже в нее покупала. Я сразу вот это вот все, что купила, сразу уложила все в тележку. Вот такая она симпатичная. Вот такая она сзади, моя тележечка любименькая. Ну и, в общем-то, вот. Цена этой тележки в нашей стране, вот, в Испании, она стоит 22 евро. А купила я ее, та-да-да-дан. В общем, вот, 2,50. В общем, я не знаю, что на них там нашло в ТЭДе. Ну, в общем, вот такая сумасшедшая распродажа. У меня, конечно, есть тележка. Ну, вот, у меня есть рюкзак, который я вам показывала, который я очень люблю. Но, тем не менее, я решила, что такая тележка лишней не будет. Ну, а теперь поехали. В общем, дорвалась я конкретно. Ну, это, конечно, не такая уж и распродажа. Я вам показывала уже такие бусины. Я покупала. А, может быть, еще и не показывала. Не знаю. Ну, в общем-то, я уже покупала одну упаковочку таких бусин. И тоже по еврику. Вот. В этот раз купила еще 2 упаковочки, потому что они мне очень нравятся. Во-первых, они цвета такого отличного. В общем, купила вот такие бусинки. Так. Покупила вот такие бусинки. Вот. Они стоили еврик. Это такие бусины для детского творчества. Смешные. Но, тем не менее, вот сколько они стоили. 20 сантиметров. Поэтому поняла, что, ну, как я их не куплю. У меня еще куча неоплетенных шаров есть. В общем, решила, что мне они срочно нужны. Так. Также для рукоделия. Вот. Я купила двух вот таких ангелочков. Вот таких распрекрасных красавчиков. Они, конечно, ободранные. Но, в принципе, ничего страшного в этом нет. Потому что я все это дело приведу в порядок. И они будут у меня красавчики. Вот такие вот рожицы смешные у них. Так. Вот у нас эти ангелочки. Я, правда, не отодрала и не знаю, сколько они стоили. Так. А ну-ка. Ну, я сейчас все это сниму и скажу вам, сколько они стоили. Значит, купила я их по 55 сантимов. И один, и второй. В общем, евро 10 две штуки. Ну, вот. Насколько получилось, отодрала. В общем, вот этот ангелочек, который поменьше. Вот. Он в Германии стоит 2. А у нас стоит 2.30. А вот этот ангелочек, который побольше, вот этот побольше. Значит, мне тут удалось отодрать очень, очень мало. Сейчас я вам покажу. Ну, вот. Цена для Германии 2.50. Ну, значит, у нас он стоил 3 евро. Вот. Ну, я же выбирала. Такой ангелочек был вообще один. А вот этих ангелочков было побольше. Ну, я выбрала такой, который мне больше понравился. В общем, как-то так. Так, дальше. Это что касаемо нашего, так сказать, творчества. Так, дальше, дальше, дальше. Творчество для детей. У меня внучка любит заниматься всякими такими штуковинами. И там было очень-очень много вот такой разной ерунды. Я, конечно, по-немецки не понимаю ничего. Но, в общем-то, купила. В общем, я так поняла, это нужно делать магнитно на холодильник. Вот. Стоило оно еврик, а сейчас стоит 20 сантимов. Значит, и вот какой здесь идет набор. Сейчас я вам покажу. Так, тут оно такое из... Из такого материала какого-то, как... Наверное, это... Я не знаю, как называется. Материал такой мягонький. Так. И вот здесь все. Здесь вот все написано, все объясняется, что с ним делать. Так как моя внучка в школе изучает немецкий язык, я думаю, она поймет, что с этим делать. Так, дальше. Что у нас тут для творчества? Ну, это, конечно, для маленьких деток 2 евро стоило. Ну, я купила здесь вот 3 красочки. И нужно красиво разрисовать вот эту тыковку. Я понимаю, сейчас не Хэллоуин, но брала, брала, что было. Ну, вот, это стоило 55 копеек. А в идеале это стоило 2 евро. Нет. Это стоило 2... Это стоило 2,50 для наших стран. Это для Германии стоило 2 евро. Так, что же у нас еще из творчества? Вот у нас еще. Вот у нас еще вот такие штучки. Значит, вот с этим я ничего не поняла. Написано почтовая открытка. Вот такие штучки. Вот Питер Пен. Значит, их 3 штучки в наборе. Стоимость 55 сантимов. А стоило 2,50. Ну, в общем, я так поняла, вот это синее нужно снимать палочкой. И получатся вот такие вот открыточки. А там с той стороны можно еще что-то написать. Ну, в общем, интересно или неинтересно, но это что-то новенькое. Ну, вот, конечно, 11-летней девочке это не очень интересно. Она занимается макраме, занимается бисером. А тут вот палочкой шкрябать по поверхности, ну, ничего. Вот куколки. Вот эти куколки Лол. Я с ними не знакома. Но, во всяком случае, накупила. Попробуем, что оно есть. Здесь какие-то картиночки. Я ничего не понимаю в этом. Какие-то наклеечки, карандашики в наборе. Вот, все это удовольствие стоило на 55 сентимов. А у нас оно стоило до удешевления 3,50. Значит, вот. Не знаю я, что это такое. Ну, в общем, разберется. Я думаю, разберется. Так, и вот это вот тоже что-то такое загадочное. Я не знаю, что это, но оно было запечатано. Там было очень много разных интересных штучек. Но они все были распечатаны. В общем, здесь вот какое-то такое вот. Вот какое-то такое. Тоже цена 55 копеек. До подорожания стоило это дело 2,50. Ну, в общем, я таки не поняла, что это. Но я думаю, она разберется. Ну, вот. Тут что-то откуда-то вынимается, что-то составляется. Потом эти животные туда клеятся. Ну, вот оно, я так понимаю, типа 3D. То есть 3 каких-то таких вот штучки. Ну, короче, в общем, пусть занимается ребенок, разберется, что с этим делать. Ну, еще одну штучку. К сожалению, она была только одна. Я бы купила таких и больше. Это вот такой сет для того, чтобы делать вот такие картинки. Вот. Там продаю, там внутри лежит такая, вынимать не хочется. Просто покажу. В общем, короче, пенопласт. На него крепится картинка, на этот пенопласт вот. И на эту картинку по точечкам нужно вставлять, вот здесь в наборе есть вот такие, вот такие стразики и к ним гвоздики. Ну, вот просто вот так вот вставлять. Были только рыбки. Хотелось бы чего-то побольше, но были только рыбки. Вот так. Ну, ничего. Ничего. Может быть, будет что-то еще и получше. Потом куплю уже за нормальную, за полную цену. Также я купила. Это моему сыну. Он такой любит. В общем, календарь, но он без годов. То есть там просто вот так вот даты. В общем, и напротив даты можешь писать все, что тебе нужно. Ну, в общем, это же человек-паук. Моему мальчику, которому 33 годика, очень нравится человек-паук. И это Марвел. Это все то, что он любит. Вот стоил он 2,50. Купила я его за 55 сентимов. В общем, вот такой календарь один. Вот. И вот такой календарь второй. Это же у нас человек-паук. Как я могла такое не купить ребенку? Он тоже стоил 55 сентимов. Вот такой весь красивый. И тоже это Марвел. Вот. Ну, до этого он стоил у нас 2,50. Ну, вот тут вот все 12 листиков, которые там есть. Вот они все здесь представлены. Вот здесь, кстати, тоже. Но он немножко другой, этот. Хотя это, может, не человек-паук. Тут какие-то разные. Это я увидела человек-паук. Потому что я вижу тут Халк. Тут еще какие-то герои. Ну, в общем, это такой. А вот Супермен. Насколько я понимаю, это же Супермен. Ну, в общем, не важно. В общем, я понимаю, что моему ребенку это очень-очень сильно понравится. Еще вот, что касается моей внучки. Я купила ей еще вот такую собачку для разукрашивания. В общем, вот такая собака. Стоила она 2,50. Купила я ее за 55 сантимов. Вот такая собачка. Ну, вот. Я думаю, ее будет интересно разрисовать. Ну, вот. Поэтому это тоже я отношу к товарам для творчества. А еще товары для творчества. Это вот я купила вот такой гипс. Здесь 2 рула на гипс. Купила я его. Ну, я же иногда делаю по пьемаше. Там всякие такие штучки. Вот это удобно вот укреплять. Вот. Поэтому купила. Тем более, что. Ну, вот видите, первоначальная цена. Купила я его за 55 сантимов. И, конечно, очень довольна была. Ровно одна пачечка была. Я бы, может быть, купила и больше. Но она была в количестве 1. Вот здесь 2 вот таких рулончика гипса. Господи, вынуть не могу. В общем, вот эти 2 рулончика гипса. Так. Это что? Ну, это я себе купила. Внучке такое не нужно. Дальше. Подарки моему мужу. В общем, я купила ему 2 шапочки. Вот. Шапочка стоила 3,50. Я купила за 55 сантимов. Шапочка для рыбака. Он же у меня полностью экипированный. Вот в такую милитарку. В общем, обалдеть. У него и штаны есть двух видов. И летние, и зимние. А потом у него есть курточка. У него есть несколько футболок. У него есть и панамки, и ш... Ну, панамками я называю, знаете, вот эти такие с козыречком. А есть еще такие вот просто панамка, да, которая по кругу. И шляпа у него есть камуфляжная. У него чехол для удочек камуфляжный. У него рюкзак камуфляжный. У него даже пластырь камуфляжный. Ну, в общем, он у меня весь камуфляжный. А вот зимней шапочки ему не хватало, потому что он же на зимнюю рыбалку ходит. И тут я увидела такую шапочку. Он обрадовался страшно. Она еще тепленькая, такая двойная. В общем, страшно обрадовался. А вот эту шапочку, он у меня тоже в таких шапочках ходит. Такая она, она хоть и двойная, но явно демисезонная. Она тоже стоила 3 евро. Вот, купила я ее за 55 сантимов. Вот, и, в общем-то, сказал, ну, такое, такое. Вот эта шапочка, конечно, супер. А эта, ну, такое. Ну, носить будет, я в этом даже больше, чем уверена. Но хочешь, не хочешь, а носить будет. Так, а это я купила себе. Вот, они стоили 2,50. Купила за 55 сантимов. Вот они, вот эти вот пальчики, в них можно телефончиком играться. Сейчас я покажу, что они на меня хорошие. В общем, я не поверила, что они на меня налезут. Это все-таки размерчик. Во-первых, С, а во-вторых, у меня же ногти. Но хорошие. Вот, вот такие, короче, подтянуть надо по-людски. Я же тут мизинчиком одним играюсь. Ну, в общем, и попробовала я там же в магазине, работает ли вот эти штуковины. Да, они работают. Они такие хлипенькие. Ну, у нас, в принципе, зимы и не сильно такие уж и сильные. Вот, поэтому я думаю, что подойдет. Мне подойдет. Так, потом у меня был приступ. И я купила носки. Значит, вот такие носки купила. Здесь, конечно, одного носочка не хватало. Вот, но у нас есть малыши, которым эти носочки подойдут. Вот, 20 сантимов, два носочка, две пары носочков. Они такие хорошенькие, вот. Я еще думаю, здесь были либо беленькие, либо розовенькие. Но их там не оказалось. Кто-то их, такое ощущение, что спер. Так, ну, или где-то оторвались, валяются. Так, это моему ребенку. Вот, они стоили 6 евро эти носочки. Я купила за 55 сантимов. Вот, я их еще с кулечкой не вынимала. Вот здесь есть дырка, где-то я видела. Да, вот, еще они были вот через дырку при, ну, этим, против, магнитик, который против воровства работает. Так. Еще купила вот такие носки. Вот, размер 22-24. Вот, их две пары. Вот, одни вот такие. И второй размер тоже у нас 22-24. То есть вот такие. Я так думаю, они поедут, они поедут на подарок, ну, на подарок нашему внуку. На него будут хорошие. А вот эти вот носки, они очень сильно тянутся. А, да, носки. Стоили они 1 евро. Она купила за 20 сантимов. Ну, эти тоже самые стоили 1 еврик. Вот, для всех стран. Купила за 20 сантимов. Так. И вот эти вот носочки тоже купила за 20 сантимов. Тоже они стоили 1 еврик. Но здесь больше размер. Здесь размер 28-30. Но, зная такие носки, я знаю, как они тянутся, как они растягиваются. Они на меня могут, наверное, налезть. Ой, не видела какой-то брак здесь. Ниточку нужно вытащить наизнанку. Так. Вот я купила вот такие чешки. В общем, вот такую обувь я купила. Купила папе. Вот, он такое любит носить летом. Вот, на рыбалку там ходит. Он же не рыбачит, так как мой муж. По коленам в воде или там, не знаю, по пояс. А он уже у меня рыбачит с берега. Вот. Но они такие удобненькие. Тем более за 55 сантимов. Очень даже... Очень даже классные. Пойдут. Так. А также я купила вот такую вот красоту. Вот, 55 сантимов они стоили. А до этого сколько стоили? Ну вот, до этого они стоили... Вот. До этого они в наших странах стоили 3,50. Вот. А сейчас... А сейчас я вам прочитаю, какие это... Какие это страны. Но здесь вот лучше видно. Значит так. Нет, здесь не лучше видно. Здесь лучше видно. Значит так. Так, это у нас Австрия. Так, а теперь же мне не видно. Так. Австрия, Испания, Франция, Италия. Я не знаю, это Латвия или Литва. Потому что ЛТ. Наверное, Латвия. ЛВ, Литва. Значит, Португалия, Словения и Слобакия. В общем, это те страны, где уже ходят евро. Где рассчитываются евро. И поэтому, в общем... Поэтому для них тоже стоит цена в евро. Они стоили 3,50. Купила за 55 сантимов. Хорошенькие, просто да нельзя. Я такие штучки люблю, всякие новогодние. И никогда не упущу возможность купить что-нибудь по какой-нибудь такой маленькой цене. Ну, а теперь вот покупки для меня. Значит, здесь 3 крышки. Они стандартные, эти крышечки. Подходят для любых баночек. Вот. 20 сантимов стоило 3 крышечки. А до того, как на них повесили цену 20 сантимов, они стоили... А где тут у нас в евро цены? Вот, 65 сантимов. Но я вам честно скажу, я никогда не видела эти крышечки по такой цене. Они стоили всегда дороже. Ну, во всяком случае, я их видела дороже еврика. Тут еще снизу, тут это наклеено, но я не знаю. Можно же оторвать и посмотреть. Ну, ладно, это не важно. В общем, я купила себе за 40 сантимов 6 вот таких замечательных крышечек. Либо поменяю на банках, потому что я иногда пользуюсь такими баночками, как для декора. Вот. Либо поменяю, либо буду в них консервировать. Посмотрим, что будет. Еще была банка 0,7. Была бы литровая, а купила бы. Тоже 55 сантимов. Вот с такой крышечкой. Потому что я консервирую, мне нужна обычная банка без декора. Но, в общем-то, я не купила. Еще купила бы такую ерунду. Я там попробовала. Работает. Работает хорошо. Значит, сколько она стоила до туго как, я не знаю. Это нужно смотреть самую дорогую цену. А самой дорогой цены я здесь не вижу, потому что здесь все заклеено, понаклеено. Ну, не важно. В общем, главное, что я вижу, самая большая стоила 2 евро. Вот из того, что... Ну, это красная наклейка. То есть, это уже со скидкой. А сколько она стоила без скидки, я не знаю. В общем, я купила за 55 сантимов. Это насос для надувания шариков. То есть, шарик вот сюда. Хлоп. И надувай, сколько души влезет. Очень удобно для тоненьких шариков. А мы иногда устраиваем дни рождения с шариками. Поэтому я купила, пусть лежит. Или подарю моей внучке. В общем, разберемся с этой штуковиной. Разберемся. Ну, в общем-то, моему мальчику я купила подарочки тоже. У меня же ребенок любит. Он же у меня, во-первых, старше 3 лет уже. Ему же 32 годика. Ну, в общем, полюбая старше 3 лет. И он собирает, у него есть коллекция вот этих вот, ну, настоящих машинок Hot Wheels. Он очень любит. У него есть трек, который стоил больше 100 евро. Этот трек для этих машин. И у него их очень много. Мы покупаем их, я не знаю, наверное, лет с 5 он их собирает. А то, может быть, и младше был. В общем, у него их просто немеряное количество. Но таких точно нет. Потому что у него этакие более примитивные машинки. У него есть такие более сложные, более навороченные, красивые. Но он всегда очень рад, когда я ему по случаю покупаю вот такие машинки. Ну, и как же тоже я не могла... Да, машинки. Сколько они стоили, эти машинки? Я не знаю. Но, по-моему, 2,50. Потому что на них были еще... Еще другие были машинки со скидкой. Они были по 1,5 евро. Но они 2,50 стоят. Я знаю точно. Так, в общем, вот такой вертолет. Я еще не знаю, кому. Ну, можно было бы купить их и 2. Их было 2. В общем, стоило 2,50. Я еще не знаю, кому этот геликоптер пойдет. Либо поедет к нашему внуку. Хотя тут я не знаю сколько. Какое есть ли здесь возрастное ограничение. Вот, если возрастного ограничения нет, то можно будет отправить нашему внуку. Ему 2 года. Если нет, поедет к моему мальчику. Ему уже чуть больше, чем 2 годика. В общем, вот так. Ну и еще одну штуковину, которую я купила. Это вот такая штуковина. Значит, если здесь присмотреться, то видно. Она стоила 8 евро. Потом она стоила 6 евро. Кстати, здесь, может быть, даже можно и отодрать. Не знаю, не пробовала. Наверное, можно. Можно, но все вместе. Ну, в общем, она стоила 8 евро. Потом ее уценили до 3 евро. Ну, а я купила ее за 55 сантиметров. Вот, вчера. А сегодня там уже никого не было. Ни одной такой штуки. В общем, все их раскупили. Я не знаю. Это, конечно, похоже на графин для вина. Но, во-первых, графинами мы не пользуемся. А во-вторых, мне нужна была база с узким горлом. Потому что горшочек мой с широким горлом в виде вазы, он у меня есть. Но бывают такие букеты небольшие. Его приятно поставить вот в такую небольшую вазу. Ну, в общем, купила. Купила и купила. Купила и очень рада и очень довольна. В общем, вот такие вот у меня были покупочки в этот раз. Много разного. В общем, на все на это кругом бегом я потратила, уже даже не помню, в районе 15 евро мне это все вышло. Ну, вот. С учетом того, что у меня же сумка дорогая, целых 2,50 обошлась моя тележка. Ну, в общем, вот такой набег я устроила на Тедди. Теперь мне хочется туда еще пойти. Может быть, я еще подберу то, чего я не увидела, потому что в машине сидел мой муж. Ждал меня. И, конечно же, я немножко спешила. Поэтому, как бы, не все просмотрела. Я не по всем рядам еще прошлась. Там еще очень много разных рядов с декором. И мне очень-очень хотелось бы там еще пошарудить. Может быть, что-нибудь интересненькое я бы нашла. Ну, все. А на этом заканчиваю. Ну, вот. Всем всего самого наилучшего. И всем пока-пока-пока-пока-пока-пока.